С вами Азбука Инвестора, я Наталья Спицына. Здравствуйте! Тема этой программы – управляющие компании. Когда речь заходит об управлении коллективными инвестициями, невозможно обойтись без рассмотрения роли управляющих компаний. Именно они осуществляют доверительное управление объединенными средствами граждан и юридических лиц, составляющими имущество фонда. Что же такое управляющая компания? Это организация, которая имеет право управлять имуществом своих клиентов посредством индивидуального доверительного управления – поевого фонда или акционерного фонда. Она может заниматься также управлением пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов. Управляющая компания привлекает средства частных инвесторов, аккумулирует их фонды, а затем, в соответствии с заявленной инвестиционной декларацией, как покупает на средства фонда различные финансовые активы. Она принимает решения о перераспределении средств или максимально возможного увеличения доходности. Ну а успех ее деятельности во многом зависит от профессионализма трейдеров, финансовых аналитиков и других людей, участвующих в принятии инвестиционных решений. Деятельность по доверительному управлению имуществом пиков является исключительной. То есть управляющая компания не имеет права заниматься чем-либо еще, кроме доверительного управления имуществом поевого инвестиционного фонда. За свою работу она получает вознаграждение, определяемое на основании правил поевого фонда. УК может управлять сразу несколькими инвестиционными фондами. В этом случае стоимость ее услуг для пайщиков резко снижается. Поскольку государство заинтересовано в том, чтобы на фондовый рынок приходило как можно больше инвесторов, оно позаботилось о том, чтобы инвестиции в ПИФы были максимально безопасны. Таким организациям предъявляются жесткие требования по размеру собственных средств, принципам работы и отчетности перед контролирующими органами. Наш эксперт Леонид Братухин, ректор автономной некоммерческой организации учебный центр «Финам». Леонид, снова задам уже знакомый вопрос. Может ли УК, собрав деньги инвесторов ПИФ, обмануть своих клиентов? Это невозможно сделать принципиально. При первичном размещении паев все начальные расходы, связанные с доверительным управлением и с размещением рекламы и так далее, управляющая компания берет на себя. Если компания не дотянула до установленного минимума, а это 2,5 миллиона рублей для открытого ПИФа, например, то фонд ликвидируется. Инвесторы получают назад свои деньги. Повторю, все расходы по сбору стартового капитала фонда относятся на собственные средства управляющей компании. Ей запрещено возмещать их из собранных средств. Когда мы говорим о профессиональных управляющих, на память приходят кадры из американского фильма, в котором мальчишка, упорным трудом инвестируя сначала совсем небольшие деньги, сумел, в конце концов, стать очень богатым человеком. А в реальной жизни такие истории случались? Видимо, это фильм про Уоррена Баффета, величайшего управляющего всех времен и народов. Про него, когда он еще был довольно молодым, уже говорили, что он открыл деньги, как Моцарт открыл музыку. Несмотря на то, что он родился в семье биржевого брокера и политика, он с детства не гнушался никакой работой. Развозил газеты, собирал мячи для игры в гольф и перепродавал их. А позднее поднялся до уровня обслуживающей автоматы для игры в китайский бильярд в местных парикмахерских. И с самого детства он удивлял своих родителей способностью перемножать в уме многозначные числа. А в 11 лет Баффет купил две акции Ситис Сервис себе и своей старшей сестре по 38 долларов за акцию. А акции вскоре упали до 27 долларов. И юный спекулянт занервничал. Но скидывать акции не стал. Он дождался начала их роста и только тогда продал их по 40 долларов за штуку. Это оказалось ошибкой. Через несколько дней цена взлетела до 200 долларов. И в 13 лет он пообещал прыгнуть с самого высокого здания в Амахе, если к 30 годам не станет миллионером. Обещание свое он нарушил, заработав первый миллион только в 32 года. Главным принципом работы Баффета было вкладывание денег в акции лишь тех фирм, которые хорошо управляются. Следуя урокам своего учителя Грэхэма, он прилежно изучал балансы предприятий, но не только их. Еще он внимательно изучал корпоративную структуру компаний и биографии их высших менеджеров. Конечно, далеко не все управляющие наделены талантами Орена Баффета, поэтому государство довольно жестко контролирует деятельность управляющих компаний. Для того, чтобы стать таковой, для начала необходимо получить лицензию регулирующего органа, то есть Федеральной службы по финансовым рынкам. Затем заключаются договоры со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, аудитором, иногда и независимым оценщиком, агентами по размещению выкупа пою. Кроме того, управляющая компания должна зарегистрировать в СФР правила паевого инвестиционного фонда и проспекты миссии инвестиционных паев. Процедура, как видно, совсем непростая, но ведь это и хорошо. Таким образом, регулирующие органы просто отфильтровывают ненадежные компании, отсекают их от потенциальных инвесторов. С вами была Наталья Спицына, спонсоры показаний, коммерческое партнерство фондовой биржи РТС и Зауфинам. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин